сегодня после большой паузы мы с вами продолжим разбирать и читать вместе книгу уникальное пособие для требующих знаний книга интересная и затрагивает основные такие важные моменты касающиеся требования знаний касающиеся адаба намерений так далее книга кто был с нами иншала знает кто нет в принципе можно продолжить с любого момента до или пересмотреть предыдущие лекции так как мешало это поможет там пересмотреть вам какие-то возможно мысли или намерение или еще что-то полезное начала возьмете и следующий пункт который мы будем рассматривать это использование своего свободного времени и здоровья да такой пункт ноги прочитав его скажет у меня вообще свободного времени нету а я там болею а дети болеют еще что-то да но если мы сделаем такую ревизию своего времени куда мы его тратим да мы точно можем найти какое-то время которое тратится не по назначению так сказать или просто какие-то дела не важны выполняем соответственно каждый выстраивает свои приоритеты что для него важно что не важно и когда вы находите время для чего-либо они находите время как оговорку для другого чего-то да говорят что вас нету времени просто нужно себе сознаться в том что у вас просто приоритеты стоят другом то есть просто у вас другие приоритеты потому что да возможно планы там или желание очень грандиозные да но если идти например если кто-то скажет что я там не буду вообще учиться потому что у меня там нет времени да ну конечно если сразу хотеть там стать большим алимен или еще что-то вы такие большие запросы ставьте какие-то другие цели по поменьше ну то есть какой-то пройти курс например чуть-чуть там узнать например арабский язык или хотя бы вначале там выучить арабские буквы например потом научиться хорошо связано их читать потом и правильно да потом еще то есть какие-то маленькие шаги они просто ничего не делал благом которыми пренебрегают многие люди не ценят его должным образом и не благодарят за него является здоровье и свободное время тут еще очень важно это здоровье что часто мы пренебрегаем даже как бы я писала до этого картину такую да когда не не уделяет например время для там знаний еще что-то а бывает наоборот что много всего то есть все в знании знания привлек пренебрегает здоровьем то то есть каким-то правильным можно сказать питанием да то есть не какие-то там сухарями питаться да только а например ну хотя бы с водой какой-то разбавлять да чтобы это не было очень жестко то есть там то есть хотели не правильно и не значит там дорогой еще какой-то да просто чтобы это было полезно как бы для здоровья не не вредила ему да там какие-то немножко физические движения физическая нагрузка то есть это тоже дает заряд здоровья да то есть потому что часто ну как бы перегиб их и в одну и вторую сторону плохо да то есть надо уделять время давать хак и здоровью своему также да потому что через какое-то время она дает о себе знать если кто-то ну пренебрегал этим и думает что вот я такой здоровый и всегда таким буду передается слов именно в басе да будет доволен аллах и не обоими что пророк салаллаху али-гасе нам сказал многие люди обделены двумя милостями здоровьем и свободным времени да то есть по сути это очень благие милости здоровье свободное время по свободным временем следует понимать не заняты с мирскими делами и проблемами отвлекающими человека от его занятия делами вечной жизни то есть когда у вас нечем ну как бы нету каких-то дел прям срочных и при этом это время человек вместо того чтобы в пользу для вечной жизни их из это время использовать он пользует использует это время в пустоту или минус даже слова обделены да в этом хадисе в арабском языке образованы от глагола в обильное что означает обманывать не довешивать при продаже покупки и торговли то есть как бы не недооценены недовешены как говорит выдающийся ученый альмунауи в данном случае любого взрослого человека можно уподобить уподобить торговцу то есть можно сравнить с торговцем капиталом которого является его здоровье изначально у нас там при рождении дается какой-то такой запас здоровья капитал да и свободное время поскольку они основа прибыли и залога успеха то есть это как бы основа и многие не ценят те сестры да которые встречаются с проблемами со здоровьем они преодолевают больше трудностей в этом плане да то есть они стараются при этом на шалла да и сестры которые ну можно сказать если не наравне с сестрами которых все со здоровьем порядке так иногда и более активные и старательные что иншалла будет на лицах благих деяний у них судный день этот кто покорится заповедям аллаха извлечет прибыль а кто последует за шайтаном потеряет свой капитал то есть это потеря капитала в другом ходите говорится воспользуйся пятью вещами прежде прежде пяти других на тоже очень хорошие здесь одно из них это свободным временем прежде занятости на то есть когда у нас есть свободное время мы думаем что ну это всегда у нас тут это свободное время и проблем с тем чтобы сделать что-то там важное потом на потом все откладываем да ну сейчас я там не хочу не буду еще что-то придумки какие-то или просто за бездельно какими-то состоянии безделия до находиться но на самом деле да это призыв такой что этим свободным временем как и здоровьем да прежде чем каким-то проблемам со здоровьем нужно использовать это время когда такое состояние свободное времени и никогда не стоит не остается свободным но неизбежно наполнится либо добром либо злом да то есть если вы как бы имеете условно говорят там два часа в день свободно то или вы занимаетесь благим делом как бы два варианта есть да или получается ну чем-то неблагим или пускай нейтральным да который не хорошо неплохо и это это тоже как бы минус да почему минус потому что ну жизни как идет вперед и дел благих меньше стоит да то есть в общей сложности как бы есть потери кто не сможет увлечь свою душу делами праведными того душа увлечет делами дурны да то есть со временем как бы душа все-таки привлекать какие-то такие дела да то есть что-то бы такое сделать чтобы чем-то заняться и если целенаправленно как как человек разумные да не направить свое внимание свои действия в сторону благие деяний то волей-неволей будет какие-то другие деяния и не могут стать неблагими поэтому здесь нужно учитывать то что это время все равно будет заполнено счастлив тот кто проводит свободное время в добрых и праведных делах и горе тому кто проводит его в делах дурных и порочных здесь следует каждому да задуматься просто себе даже вот на курсе вот про источник сил там уставший маму например вот тоже там такая система как раз в планирование рассматривается и для того чтобы как раз вычленить вот это время которое уходит на какие-то вещи непонятные для вас или понятные но неблагие и с пользой провести вот свободное время которое условно да у вас станет если вы правильно планируете да поэтому планирование в этом вопросе тоже может помочь на один праведным человек сказал время свободное от мирских забот это великое благо если человек проявить неблагодарность за оказанное ему благодеяние тем что даст волю своим страстям и пойдет на поводу своих желаний то аллах нарушит благоде благоденствие его души и лишить его той душевной чистоты и покоя что он имел то есть надо это свободное время понимать как великое благо и тогда вот с благодарностью к аллаху обращаться да что у вас есть такое такая возможность это время посвятить благим делам одним словом искатель знаний не растрачивает свою жизнь и не теряет ни секунды своего времени на дела не связаны со знанием и его использование по мере необходимости он выдает он выделяет время на еду питьё сон отдых после утомительного труда выполнение своих обязанностей в отношении жены или гостя для работы рады ради пропитания и удовлетворения других нужд а также открывается от учебы в случае недомогания или по другим причинам препятствующим занятиям на то есть на пути требования знания ну как бы самое необходимое да то что относится к каким-то процессом жизненно необходимым да как сон как питьё какие-то то есть человек не может какой-то период прожить без еды и долгое время без воды без сна да то есть сон это тоже очень важно да потому что сон в принципе основа тоже как здоровья вот поэтому это не значит что нужно днем ночью все время там работать учиться да то есть нужно выделять давать как раз вот этот хак и своему здоровью да то есть это заключается как раз вот и в идее и в питье и в том чтобы спать да выполнять своих обязанностей да по отношению к тому обязанность которая вложена как на вас возложено а то есть если это у вас дети например это маленькие дети да и нужно накормить и уделить время на то есть нельзя сказать но у меня там все полезные дела то есть есть или жена да то есть должен надо уделять то же время потому что в принципе это основа хороших взаимоотношений между там женой мужем соответственно если муж все время будет только каких-то делах не будет уделять жене время да то есть это уже бы вместо какой-то любви может взрастить наоборот не любовь или такое игнорирование да но иногда хуже чем там прямое какое-то показание да там не любви или еще что то то есть это показывает что отношения нарушены поэтому гостю да то есть есть в шариате установлены какие-то определенные правила то есть ада по отношению к жене и по отношению к детям отношению там к родственникам гостями так далее которые следует соблюдать и это не следует игнорировать пропитание да то есть нельзя там если человек ответственный за пропитание семьи да то есть это тоже следует заниматься этим они как бы не ждать что с ним посвалица потому что есть какие-то обязательные установленные шариатом правила согласно пропитание как ответственности кто и как ответственный хорошо на следующий возьмем пункт иншаллах это использование каждого удобного случая на то есть в принципе если у вас свободное время это как бы такой более период большой дату может быть так что какие-то есть мелкие или такие моменты когда вы полностью не можете вот прям сесть там учиться да там или читать что-то то есть это сложно но наверное многие сестры то на пути требования знаний кто ну вот такие активные в этом в этом направлении да они именно благодаря вот использованию вот этого каждого удобного случая и и успешны в этом да потому что зачастую если ты там мать дочь жена там хозяйка да то выделить вот это вот такое время когда вы сели свободно это практически спокойно да без того чтобы кто-то воздергал не сказал принеси дай возьми там поменяй это очень сложный поэтому тут следует отдать вот должное тем сестрам которые в таком трудном как бы состоянии да то есть не по сути трудно очень сосредоточиться все-таки продолжает требовать знания и и как бы все возможные свои силы да тоже посвящает этому то есть когда например готовит там да не знаю что там два часа мешает что-то то есть есть какая-то минутка может что-то послушать какую-то лекцию да сейчас благо это возможно там в телефоне или запись там урок или даже не знаю имея наушники и на уроки можно быть одновременно следить за тем что там что-то не убежала на плите да то есть это аль-хамду-лля возможно да или когда какая-то минутка там ребенок спит да что-то можно почитать или еще что то то есть каждую минуту можно использовать вот с пользой здесь хочу еще заметить что не обязательно это польза может быть вот прямую до что вы читаете иногда это польза может заключаться в том чтобы вы даже просто будучи на пути требований знаний да вот просто отдохнули иногда да то есть например дети спят и вы хотите быть вот в хорошем состоянии как душевном как жена как как мама да то есть чтобы это вас не тяготило и было хорошее состояние настроение в то же время и здоровье иногда просто дать себе дневной сон поспать с детьми или раньше вот лечь то есть это тоже может быть один из элементов использования вот случая уделить своему здоровью да время то есть по сути это тоже такой бонус когда вы даете себе энергию соответственно вы более если 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 вы будете такая сонная сидеть два часа над книжкой это может быть менее продуктивно если вы 15 минут бодрое активное сосредоточенное выделите и прочитаете там тот же материал или сделайте домашний или еще что то да то есть здоровье и это как бы очень важно тоже в процессе обучение а сон это одна из основ здоровья хотя это как правило то с чего мы урезаем да и тоже этим часто ну как бы пренебрегая пренебрегая да потому что в этом как бы ты не связан с кем-то другим да то есть ты как бы себе только его урезаешь но по сути это влияет тоже и на других да то есть если мама не выспалась мама может быть там злая нервная да то есть все и не не радует а когда у вас да вы хорошо спали вы бодрое вам и настроение лучше и голова светлее поэтому этим нужно не пренебрегать пренебрегать оискатель знания знаешь что житейских забот много а наши потребности в этой жизни бесконечны да то есть забот у нас много там можно бесконечно да идти и пять раз например в день или десять кто пылесосит да ну можно сделать это один раз если у вас там прям очень все там печально ну два раза там утром вечером мне нужно да как бы сосредотачиваться вот на каких-то заботах вот таких ну не которые в принципе как бесконечный получается да то есть нужно без такого фанатизма к этому потому что это уже эти заботы житейские да их много они могут нескончаемо быть как такими отговорками уловками на то чтобы не уделять должного времени или хотя бы какого-то времени на то чтобы использовать его во благо тебе необходимо прибегнуть некоторым хитростям для того чтобы использовать то время которому мы не придаем особого значения и теряем в угоду мнимой вежливости и или по привычке во время еды во время работы по дому а также в машине ты можешь слушать записи корана или лекции да сейчас это аль-хамду-ля очень легко на то есть когда можно включить и слушать наушники да если это где-то даже в таком месте где вы не можете прям можно наушники включить сейчас благо есть разного вида наушники большие которые ну как бы удобные в плане того что не надо их там куда-то в ухо засовывать и маленькие если вы не хотите чтобы там это было там видно да ну хотя я хотя большие немножко бывают допустим неудобно в плане того что их видно но я например предпочитаю большие потому что маленькие и не могу мне это неудобно мне это больно и ну как бы некомфортно а наушники можно все время иметь да дома по работе да по дому что-то делаете включили себе там коран слушайте или лекцию или еще что-то да то есть в принципе это то что ну постоянно можно делать включить если это есть возможность чтобы если не мешаете там ну посторонним да то можно включить и чтобы там дети слушали если или то есть это и развивает и приучает одновременно ты можешь повторять коран когда идешь по улице да то есть выучили какой-то там аят идете его повторять повторяете то есть как викар делаете да и как просто повторяете беря пример с наших богачестивых ученых когда аль-хатыб аль-багдаде шел по дороге он всегда читал держа в руке одну из частей корана сейчас у нас телефон мы идем и читаем все телефон вот он и шел и читал коран коран да один из предшественников давая совет своим друзьям сказал когда вы ведете выйдете от меня то разойдитесь тоже очень хороший интересный совет быть может кто-то из вас читает коран по дороге если вы пойдете вместе то станете разговаривать друг с другом да то есть как бы когда вместе идешь в ну как бы группой да то как бы группа обязывает что там может общаться вместе а когда вроде каждый отдельно то это уже остается на ваше как бы усмотрение что вы в это время что вы в это время будете делать да или будете там аскар делать или повторять коран или что-то там мечтать или еще что-то куда бы ты не направлялся всегда бери с собой книгу тем более что в наше время печатается огромное количество книг малого малого формата карманные книги что существенно облегчает тебе задачу ну да более того сейчас можно скачать всю библиотеку книгу практически какую вы хотите и иметь в телефоне целую библиотеку или электронной книги да или иметь книги то есть сейчас не такая проблема книгу приобрести в свободном доступе да можно купить буквально любую книгу ты лучше других знаешь что тебе полезно главное чтобы у тебя было желание воспользоваться тем временем которое многие люди попросту теряют даже многие из тех кто ищет знания да то есть каждый знает что ему интересно что ему полезно и двигаться да развиваться в этом направлении следующее это постоянное знакомство с примерами бережливого отношения предшественников к своему времени да то есть как бы примеры читать ага как из истории да из жизни пророков сахабов табеин и так далее да то есть и после каких-то праведных людей которые могут быть примером в этом искать искать и знания ты должен постоянно ознакомиться с тем как предшественники использовали свое время читай о них размышляй над их образом жизни всякий раз когда обнаружив в себе лень и нерадение да то есть вообще там где можно узнать как свое время максимально упорядочить как его сократить например время на какие-то такое как бы то что сейчас можно называть тайм-менеджмент да такой это очень ну хорошо да то есть в том плане что в первую очередь нужно брать это с примеров вот предшественников да то есть как они это делали вот и тоже в современном мире тоже есть какие-то так как и нюансы современные да которые мы можем подчеркнуть из других источников да которые могут быть полезны для нас для того чтобы правильно сделать распорядок для того чтобы правильно выстроить свои планы и так далее доктор Кутейба Халиди сказал как ибн Хаджеру и другим таким же ученым как он удавалось достичь того чего они достигли и сделать то что они сделали некоторые скажут что они были гениальными людьми им сопутствовала помощь Аллаха и жизнь их была благословена и это безусловно правда но разве благословение дается человеку беспричинно и разве можно горевать идя по чужим стопам вместо того чтобы стремиться заслужить лучшую долю изменить свою участь никогда не получит благословение или помощи Аллаха тот кто озабочен тем как убить время и провести его как бы то ни было с пользой или без пользы если бы если ты попросишь его о чем-то важном то он извинится и скажет что у него нет времени как часто люди жалуются на нехватку времени и быстротечный след но это лишь те кто впустую проводит время и губят свою жизнь а некоторые даже признаются в том что убивают время но не подозревают что на самом деле они убивают собственную жизнь да часто можно сказать наверное кто из тех даже кто сейчас слушает лекции у меня вообще нету время такой занятый человек вообще нету потом думаешь есть люди там которые ну вот какие-то исторические события да вершили историю так сказать и у них как-то хватало на это время и там и на семью и на другие дела да а бывают люди ну что там пойдут на работу с утра вечером и уже говорят о том что все у них время нету при этом у них те же 24 часа то есть это говорит о том о чем о том что ставятся приоритеты по другому о том что ну просто нету желания то есть просто нужно себе тогда признаться в первую очередь что я ну там я просто этого ну как бы еще не захотел так как как это нужно да что просто это не не то что у вас нету времени этого потому что у всех время одинаково да то есть всем дается вот в начале да то есть вот одинаковое время 24 часа в сутки да у всех у каждого из нас вот это время но кого-то на это хватает время да у каждого разные обстоятельства но тем не менее мы знаем много примеров да когда у людей казалось бы такие обстоятельства когда ну никак не уже не вписываются туда там развитие какое-то да и обучение но тем не менее они это делают то есть дело просто в желании там возможно от обстоятельств зависит объемы да то есть понятно что девушка там который не знаю там 18 лет она такая ничем не занята да у нее время возможно если ее там не нагрузили еще чем-то да у нее может времени больше возможности чем там женщина у которой там 10 детей да и маленькие там все например и всем и муж и хозяйство нету помощников да то есть здесь есть различия но тем не менее и та и другая в принципе в наше время может найти отговорки одна скажет я там пока не знаю там чем-то занимаюсь сейчас не до этого не хочу или не буду или еще что-то да там мне посуду помыть вторая может сказать ну у меня много детей там еще что-то но мы видим примеры когда и одна в таком положении уделяя да находит все-таки время на то чтобы осветить его во благо и вторая тоже у которых у которой могут быть вот такие обстоятельства находит время да хотя бы час два там каждому по-разному то есть можно найти вот эти маленькие то есть минутки да для того чтобы продвигаться поэтому в любом случае если есть желание есть стремление то время можно найти хотя бы минимально да ну не знаю там вот высота устремлений и величие цели побуждают человека оценить время да то есть если вы представляете это цель да довольство Аллах спамяталя так как это благое дело дело тогда это величие цели она и побуждает да оценить время ой я сейчас это время вот с пользой у меня потому что у каждого отведенное одно количество времени да ну имеется ввиду определенное вернее количество да то есть человек рождается у него есть определенное количество времени и оно не прибавится то есть его нужно использовать вот как ценность поскольку это его жизнь если ему дорого то к чему он стремится то ему легко расставаться с тем что он жертвует на этом пути то есть у него есть цель и по сути он даже не видит это как жертв будет на пути он посвящает свое время на то как бы по сути вкладывает в свое как бы будущее да вкладывает его в свое будущее да наши предшественники крайне бережливо относились ко времени старались не пропустить ни одной секунды не воспользовавшись ею для приобретения знаний они жалели даже о том что проводили за едой что проводили за едой да то есть время Аль-Халий сказал самым тягостным временем для меня является то время когда я ем да то есть то есть человек и руки заняты да и рот передаю что Салим Ибн Айуб Аррази следил за каждым своим вздохом и никогда не проводил время без пользы он либо переписывал книги либо учил что-либо либо читал однажды он пошел к себе домой а когда вернулся сказал по дороге я прочел один джуз да то есть тридцатую часть корана однажды у него затупился калем да калем да пока его приводили в порядок он шевелил губами и можно было понять что он читает при том что он просто чинил калем даже здесь не желая терять время по густу да то есть если не можешь писать поговоришь проговариваешь там слушаешь ну можно использовать все органы своих Ибн Акиль сказал я всячески стараюсь сократить время на еду что даже хлебу предпочитаю есть пирожные и запить его водой потому что его надо меньше жевать и у меня остается больше времени чтобы почитать или записать что-то полезное что еще не успел да то есть такие примеры вот он также сказал я никогда не теряю ни минуты своей жизни даже когда мой язык уже не в состоянии что-либо учить и дискутировать а глаза читать я напрягаю свои мысли лежа и отдыхая когда я встаю мне на ум всегда приходит что написать и в своем в свои восемьдесят лет и чувствую большую жажду знания нежели когда мне было двадцать субханала да такие примеры о горе жизнь прошла и время пролетело во тьме позора немощи и лени а люди дорогу спасению нашли и к целям высоким идут неторопливо да то есть такие вот примеры причастенников в том как они время свое как распоряжались да распоряжались своим временем хорошо перейдем к следующей главе иншала глава пятая использование своего времени как бы мы про время и перешли с одного то есть как его теперь использовать здесь мы будем говорить о советах и наставлениях относительно распоряжения времени как составление плана необходимость соблюдения распорядка дня начинание дела ранним утром неуклонно совершаемое малое дело лучше чем значительное но непостоянное уединение и редкость общения с простыми людьми что значит должное уединение как следует общаться с простыми людьми и отдых сегодня уже так вскользь тоже это упоминали да то есть это было такое вступление даже к этой главе да то есть это как бы часть предыдущей главы искатель знания знает что тебе необходима точная и продуманная система которой ты должен неуклонно следовать чтобы как можно более полное воспользоваться своим временем да то есть чем четче у вас в принципе есть вот такая структура времени что вы делаете когда вы кушаете да то есть вы тогда можете этим временем распоряжаться да то есть если вы например знаете что там вы например завтракаете в 9 с 9 до 9.15 все у вас тогда есть структура вы это время уже выделили позавтракали ага и уже у вас есть план что вы будете там делать все структурировано соответственно вы не будете думать так что я сейчас что бы мне сделать а чем мне бы заняться или тем или другим то есть временно вот это ну если кто-то вообще думает о чем-то полезным заняться у него есть выбор полезности некоторые просто нету не то что выбора у них вообще ничем не заняты вот беспорядок небрежность и стихийность самые большие враги искателя знания да то есть если у вас все вот такое в хаосе то ничего нельзя сложить воедино и все хаотично знания хаотичны если они вообще есть и не приводят вот это хаос отсутствие структуры к желаемому результату да какой-то результат может быть но он как бы дольше достижим да когда вы что-то учитесь берете например по какой-то ну схеме да условно говоря вот у вас уже как бы есть определенный как менгач да система вы идете по нему и это дает результат такой видимый да ощутимый результат чем когда вот такое рассеянное получается это тоже можно сказать когда вы начинаете например какую-то программу проходить то как бы сосредоточиться на ней и доходить до конца потому что некоторые начинают например наберут одно второе десятое и все топчутся на одном месте ну где-то вот плюс-минус одно и то же да лучше взять допустим одну какую-то программу и идти по ней да когда у вас уже там прошли или какой-то уровень можете взять там другую похожую какую-то или программу да то есть это будет более структурировано и полезно искатель знания должен распределить свое время между обязательными и прочими делами с тем чтобы одно не мешало другому незначительные дела не мешали важным важные наиболее важным и не обусловленные временем ограниченным по срокам срочные дела должны выполняться прежде остальных а не срочные после то что ограничено по срокам всегда следует выполнять вовремя да то есть это как бы не откладывать вот то что у вас есть по срокам выполнения оно обычно ну первым нужно на него обращать внимание потому что когда все отлаживает на потом накапливается и как снежный ком и потом часто это в учебе проявляется это когда не выполняется какие-то задания вовремя а потом мы видим когда завтра послезавтра потом когда вы хотите уже приступить к выполнению у вас получаются какие-то долги и вы уже не можете тоже догнать потому что чтобы догнать вам нужно сделать то что было раньше а времени у вас ну как бы есть допустим на выполнение одного задания потому что вроде как бы там еще десять помимо это и поэтому остаются такие неудобства и часто приводят к тому что вообще оставляется обучение так некоторые советы наставления относительно распоряжения времени да то есть советы которые автор первое это составление подробного плана да тоже об этом говорила очень важно вот основные моменты да прописать то что прям без них никак например когда вы встаете да когда вы ложитесь приемы пищи например если три раза кушаете там во столько во столько да и постараться чтобы вы там в семье как у вас заведено да следовали вот этому плану тогда это будет более комфортно для вас более комфортно для других да сократить время как бы даст такой во времени и вашим и человека другого да если ну например если вы полностью все сами за собой так сказать ухаживаете да там готовите то вы будете знать конкретно что у вас какое время и будете планировать например если вам нужно куда пойти да вот в другое время и при этом ваше например там питание не будет страдать а если за вами кто-то ухаживает да например если ну там ну грубо говоря муж может и жена там готовит то если все-таки тоже утвердить свое расписание конкретно то это облегчение для той же жены да или это если например там дочкой мамы там готовит для дома еще как-то ну то есть какие-то там уже моменты тогда это будет время давать например на то что больше свободного времени которое можно с пользой провести да в обучении а если будет что каждый обедает этот в девять второй пришел в полдесятого и такое вечное тягучка на кухне или еще что-то да то есть это не дает возможность также получить полезные знания например той же жене или еще что-то поэтому распорядок дня он дает возможность структурировать и выделить вот это свободное время время которое можно использовать использовать да книги фан аль-кыра в аддарс искусство ощущения и учебы ага говорится следующее в учебе так же как в торговле и военных походах человеку следует составить план работы да то есть следует спланировать учащийся который четко устанавливает распорядок своего дня и затем принимается за учебу избавляет избавляет себя от многих забот и приобретает значительный заряд энергии усердия в действительности в действительности план который человек составляет для себя и выполняет изо дня в день вскоре становится для него обычным и простым делом одним из многих ну то есть если это написать вот такие моменты хотя бы вот основные которые без них вы вот ну ваш обязательные какие-то моменты есть которые изо дня в день да причем могут быть например на выходных или если это связано например с какими-то другими людьми например если какие-то там субботы воскресенье например как вот один график там будний другой возможно там дети школа да когда есть когда нету то есть это может тоже отличаться немного и на на все такие различные дни да составить план ну обязательно есть там например когда еда сон вот они стандартно другими словами когда нам необходимо решить несколько вопросов одновременно то скорее всего с некоторыми из них мы не справимся да то есть что-то придется отложить поскольку один вопрос препятствует решению другого и давление каждого из них мешает все цело отдаться решению какого-либо одного из них таким образом мы безо всякой пользы переходим от одного вопроса к другому сразу же после того как поверхностно его рассмотрим небрежно откладывая сторону решения каждого из них так как много дел одновременно и тут чуть-чуть и тут чуть-чуть и все вот так и получается нельзя углубиться и решить досконало что-либо а бегается из одного в другое определенное место отведенное для занятия имеет не менее важное значение чем определенное для этого времени да очень важно иметь свой такой уголок свой стол или свое там место где вот вы можете уединиться или где ваши принадлежности ваши книги учебники тетради которые не валяются по всему дому и как только вы хотите приступить к учебе вы думаете на каком же или под какой кроватью или под каким стулом ваши там учебники да то есть все таки чтобы это все было в одном месте и не опять же не тратить время на на поиски там ваших материалов поэтому это немаловажно потому что это дает время ну как бы дает возможность сократить время на то чтобы при желании вы не искали где и что у вас находится пусть у тебя будет личный стол и стул предназначенный только для учебы и умственного труда да то есть чтобы стул вот вы учитесь на этом стуле да чтобы он не какой-то не был стул что вы его с кухни приносите где все сидят потом относите и так обед вы хотите тут уже все покушали кто-то решил там посидеть и вы этот стул не можете поделить да то есть как бы это был ваш стул который там для учебы да не знаю хоть какой и через некоторое время это место станет символизировать для тебя урок да то есть как бы сели у вас уже как состояние что вы уже учитесь многие полагают что секрет успеха таится в приучении человеком самого себя к дисциплине и постоянному труду один из крупных врачей да сэр Вильям Ослер задал группе студентов следующий вопрос как ты можешь наиболее эффективно воспользоваться своими талантами затратив при этом минимум усилий да то есть минимум усилий затем сам же ответил на поставленный вопрос я смогу это сделать путем воспитания в себе духа дисциплины я говорю именно воспитание поскольку многим из вас будет довольно трудно приучить себя к ней да то есть воспитывать это как вот ребенка воспитываешь да какие-то советы то есть наставление это может не получиться у него с первого раза но вы как бы терпеливо ну нужно терпеливо да еще раз говорите опять не получилось еще раз еще раз то есть как бы воспитывайте вот это правильное там отношение или поведение еще что-то если люди которые с рождения получили склад ума предрасположены дисциплине да то есть есть таких кто вот прям уже раз-два все у них как бы ну вот в семье так это было дисциплинировано но в то же время есть люди с другим складом ума которым должны которые должны объявить самим себе долгую войну чтобы искоренить врожденную предрасположенность беспорядку и небрежности в делах да то есть хаос такой вечный я обращаюсь в особенности к вам поскольку вы пока еще в начале своего жизненного пути и будущее каждого из вас зависит от тех привычек которые вы воспитываете себе в этот щекотливый период жизни да соблюдать обыкновенную системность в каком-либо деле довольно несложно однако внедрять ее в распорядок своей повседневной жизни нелегко то есть можно какой-то систем но как это сделать чтобы это было постоянно чтобы вы его выделили на это время поэтому вот главная задача что в какое-то определенное время вам нужно делать вот то-то и то-то определи для какой части своего дня обязательное дело да которым ты будешь заниматься в это время и посредством упражнений практики развивай в себе умение сосредоточиться да то есть например если вы знаете что у вас там завтрак ну девять часов например то вы не завтракаете в час да потому что у вас он девять то есть в час там уже может быть обед так и здесь то есть если вы хотите ага я учусь например там после завтрака там например час там из десяти допустим до одиннадцати вот все вот это время у меня там для учебы и вы уже как бы заранее как вот как что-то обязательное выстраиваете да эти отношения с этим временем и опять же это может не сразу все получиться откликаться на что-то другое но нужно это в себе воспитывать что же касается подобного изложения отдельных пунктов распорядка дня то каждый определяет их для себя сам определи количество времени которое ты собираешься уделить учебе но помни не строй чересчур идеальных планов будет лучше что если ты взвешенно и справедливо оценишь свои умственные способности не переоценивая себя и не умаляясь своих возможностей да про то что говорил не нужно там строить планы что стать сразу алим то есть нужно ну это как мечта такая может быть да а более конкретные планы да то есть ага там например ну допустим в этом семестре закончить такой-то вот учебник допустим для этого мне нужно там каждую неделю например проходить там 20 страниц этого учебника знаете там 21 ага значит у нас 7 дней в неделе значит это по 3 страницы в день допустим вы не собираетесь каждый день заниматься через день или там например 4 дня ага значит там по 5 6 в день нужно заниматься в такие-таки дни то есть вы уже от большего уменьшили уменьшили и посмотрели как это уже в распорядке дня и смотрите возможно ли у меня вам в день проходить вот эти 4 страницы смотрите что это там за план или что это за программа говорите нет это мне очень трудно будет я это не смогу тогда и свой как бы такой на семестр план передумайте да что допустим не целую книгу взять а половину я хочу половину досконально взять и тогда мне нужно там две странички в день обработать выучить то есть вот таким образом смотрите а не так я хочу до конца там там вот до рамадана сейчас выучить не знаю там вообще буквы не знаете и говорите хочу до конца рамадана или вот как рамадан начнется начну учить коран сейчас вот буквы выучу быстренько и буду учить коран до конца рамадана выучу то есть у вас такие грандиозные планы вы еще буквы не знаете конечно это ну это может быть как такой план подальше а сейчас маленький шаг да то сейчас мне нужно выучить буквы там правила научиться читать на это вам не нужно найти учить это то есть планируете и что уже конкретно ага сегодня я там запишусь буду учить то-то то-то какие-то правила или там программу какую-то запишусь там допустим на таджвид да столько там уроков мне нужно каждый день там один урок прослушать или или два урока выучить то-то то есть вы себе делайте такой план и ему следуйте кроме того тебе необходимо определить сколько времени уделить каждому предмету составить расписание занятий в соответствии своими рангами да то есть не нагружаться у нас как говорят все хочу записываешь 10 групп проходит неделя тут не успеваю там не успеваю там вообще и нигде или везде по чуть-чуть ничего нигде не успеваю и и в конечном итоге в конце семестра ну как был так и остался потому что ни на чем не сосредоточился лучше взять один предмет идти как бы подосконало его вот выучить конечно ты не можешь заранее точно определить сколько времени тебе понадобится для изучения каждого предмета или когда ты предполагаешь начать следующий урок ведь учебный процесс не может оставаться таким жестким но все же лучше если каждый день ты будешь ориентировочно определять сколько примерно времени у тебя уйдет на то или иное занятие и составлять расписание на основе которого и будет строить твои занятия таким образом ты избавишься от вопроса с какого урока начать и перестанешь переживать по поводу тех дел которые должны был выполнить но большинство учащихся не знает как распорядиться своим временем фактически знание о деталях о том как следует распоряжаться своим временем на сегодняшний день является для тебя первым значительным шагом в сторону образа жизни на основе наиболее эффективного ежедневного графика да то есть это вот кто или еще свой распорядок не составил или хочет чтобы упорядочить да уже свое время то есть вот в таком хаосе то есть это вот прям нужно сесть и один возможно два дня возможно больше прям вот сосредоточиться на этом графике строите себе там сначала там самые важные дела расстрою расставьте этот график и постарайтесь в дальнейшем ему следовать подумать над причинами напрасной траты своего времени и хорошенько поразмысленно тем как можно восполнить какую такую каждую потерянную тобой минуту да необходимость соблюдения распорядка дня искать и знания не откладывай на завтра то что должен сделать сегодня ведь завтра у тебя будут другие дела обязанности которые не позволят заняться делами вчерашьим это всегда завтра завтра будет завтра сейчас у тебя есть сегодняшние дела на завтра не откладывай не откладываю я поддавшись лени что и сегодня сделать я могу поскольку завтра это день того кто слаб и в деле не может сделать ровно ничего то есть это когда завтра завтра то есть завтра когда наступила завтра у вас уже другое завтра который будет следующий день поэтому не откладываем и знаю что если день пройдет то он унесет с собой все что в этот день было то есть время уже ну как бы уйдет уже у вас этого времени не будет получается у вас время уменьшилось а дела остались те же самые и если вы какие-то выполнили ранее соответственно у вас там больше такого свободного времени если ты отложишь свои дела сегодня то завтра тебе придется выполнить работу за два дня а то есть уже как бы объема остается омару 0 абдулла азизу сказали отложи это на завтра на что он ответил мне трудно справиться с делами одного дня а что будет если на меня навалится работа за два дня это можно себе взять на такой вопрос задавать если это завтра это мне получится делать у вас есть какие-то дела на завтра само собой еще отложили еще что-то выходит они умножились или увеличились если ты всегда будешь исполнять обязанности и дела которые наметил на день добре приобретает приобретаешь покой полноценно выполняю свою работу то есть когда вы делаете тоже вот программу да то есть учитель задает вы это делаете в день день или вот как бы по программе не отложите завтра еще один урок потом два потом вас накапливается то есть сестры знают когда в конце семестра приходит сессия три задания не выполнены да то они начинают такой уже в тревожности в панике потому что это не то что если вы каждую неделю по одному по два урока сдавали а тут 30 то соответственно это может быть причиной того что в принципе вы дальше уже можете с этой группой не пойти учиться потому что если вы не выполняете программу то как бы тогда возвращайтесь на ноль то есть вы получается можете вместо того чтобы продолжить да то есть вы рассеяли свое внимание и могли пойти дальше в этом направлении вы обнулитесь из-за того что просто ничего не сделали поэтому все лучше сделать вовремя это напоминание вам и не в том числе и иншааллах на этом мы с вами остановимся иншаллах на следующей неделе продолжим баракаллаху фейкунна субханна каллаху мау би хамди каше доля ла хиланта ста хфир куатубу и лейк ассаламу алейкум у ар-рахматуллахи у баракату и